Девушки отдыхают Позиции полка, к которому был прикомандирован военкор, внезапно были атакованы 10-й танковой дивизией вермахта. Бой был тяжелым. Танки отрезали штаб полка от батальонов. Надо было прорываться к своим. Под минометным огнем все организованно стали отходить к речке. Когда вошли в новое селение, остановились. Оказалось, что прошли по своему же минному полю. Если бы кто-нибудь наступил на усик мины во время этого отхода, в живых не осталось бы никого. Всех вышедших из окружения разместили в землянке. Промерзший, усталый Сурков всю ночь просидел у печурки над своим блокнотом. Так появились стихи, которые не собирались быть песней. Просто 16 домашних строк из письма жене Софье Андреевне. Военкор вспоминал. Так бы остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным консультантом военно-морского флота. Он пришел в нашу фронтовую редакцию и стал просить что-нибудь, на что можно написать песню. Чего-нибудь не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову. Будучи абсолютно уверенным, что хотя я свою товарищескую совесть и очистил, но песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по строчкам, промычал что-то неопределенное и ушел. Ушел, и все забылось. Через неделю композитор снова появился в редакции. Попросил у фотографа гитару и спел первую лирическую песню Великой Отечественной. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Самые сильные слова в этой песне, на мой взгляд, это именно четыре шага. Почему четыре, три, пять, да, казалось бы. Какой это символизм? А дело не в символизме, а дело вот в предельной конкретности этого мира. Он знает, что четыре шага, да. Когда человек воюет, он находится в состоянии стресса. Ну, в каком-то смысле шока, да. И то, что с ним происходит, и последствия травмы осмысливаются позже. И только потом, через некоторое время, они говорят, к ним приходит осознание. Приходит страх, ужас, понимание, что твоя жизнь была на волоске. Но цензорам и политработникам строки про четыре шага не понравились. Они просили, даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее от окопов подальше. Военкор отказался. Песню запретили, пластинки с записью уничтожили. Когда на фронте узнали, что из песни слова хотят выкинуть, танкисты отправили Суркову письмо. Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «До смерти четыре шага». Напишите для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль. А нам оставьте так, как есть. Мы-то знаем, сколько до нее. До смерти. Счастье зови мне в холодной землянке тепло, от твоей негасимой любви. Печать, и все, что попадает в печать, подвергается достаточно жесткой цензуре. В Советском Союзе без того цензура была весьма, ну, то есть, ну, тотальная, прямо скажем. А война еще дополнительно накладывает. И военный корреспондент не столько сообщает о том, что реально было на фронте, сколько работает на идеологии. А идеология одна – мобилизация и вера в победу. Оптимистичные изменения все же были внесены, но и в тылу, и на передовой пели по-старому. Одно слово в первоначальном тексте все же было изменено, навсегда. У Суркова «мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви», а на фронтах пели «от твоей». Но даже такая незначительная правка не понравилась поэту. Жена успокаивала его, говоря, вот, Алешенька, народ тебя и поправил. С Берез не слышен, небесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Эту песню пели и в тылу, и в окопах. Бойцы были уверены, что автор этих строк – их ровесник, и рядом с ними на передовой. Разве сторонний человек смог бы так точно передать их мысли и чувства? На самом деле Михаилу Исаковскому было уже за 40, и на полях сражений он никогда не бывал. У него с детства было слабое зрение, но это не помешало ему самостоятельно освоить грамоту и стать единственным в округе человеком, который умел писать. Из соседних деревень к нему шли люди с просьбами написать письма родным и близким. Говорили, писал он складно и, главное, жалостливо. Лучше всего у него выходили послания от женщин с тяжелой судьбой. С 14 лет он носил очки. В его оправе были линзы в 12 диоптрий. Близорукость прогрессировала. Иногда случались кровоизлияния в сетчатку глаза, но он никогда не щурился. Исаковский печатался в разных изданиях, одно время даже сам издавал газету. Но денег не платили, и семья сильно нуждалась. Финансовая стабильность пришла вместе со славой и песней «Катюша», которую пела вся страна. Когда началась война, Михаил завидовал тем, кто уходил на фронт. Четыре года он провел в эвакуации в маленьком городке под названием Чистополь. Там плохо работало радио и редко доставлялись газеты. Проклятая болезнь глаз не позволяла ему воевать. В основе этой лирики всегда лежит мотив дома, мотив возвращения домой, мотив любимой, которую ты защищаешь, ребенка, которую ты защищаешь, матери. То есть возникают такие женские образы, образ дома, куда боец должен вернуться, пройдя через испытания. Шел второй год войны. В один из осенних дней Саковский представил лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь. Все аккуратно записал и отправил старому товарищу, композитору Матвею Блантеру. Через несколько месяцев услышал по радио песню «В лесу при фронтовом». Ведь до войны у нас преобладали песни идеологического содержания, в которой народ готовился к будущей войне, и это были настроения, которые потом уже стало ясно, и сейчас ее часто мы называем слишком уж оптимистичные. А во время войны человек столкнулся с реальной болью, с реальным ужасом, с реальной тоской, с реальной угрозой смерти. Мотив «В лесу при фронтовом» неоригинален. В мелодии проскальзывают интонации вальса «Осенний сон», написанного в 1908 году британским музыкантом Арчибальдом Джойсом. Этот вальс играл оркестр на тонущем «Титанике», и этот вальс звучал на всех довоенных танцплощадках СССР. Когда обнаруживают общее в мотивах музыкальных или в мотивах, связанных с текстом, в образах, некоторые там удивляются, говорят, да вот это неоригинально. Но от военных песен оригинальности не требуется. От военных песен требуется, чтобы она задействовала как бы вечные струны души человека. Пишет Исаковский немного, глаза быстро устают. Он не изводит кипы бумаг и не сжигает черновиков. Обдумывает каждое слово, оттачивает рифмы и только после этого записывает. Ведь решить задачу труднее, чем записать ответ. Исаковский не подгоняет себя и не ставит сроков. У него получается лишь несколько стихотворений в год. Зато каких. Песня вообще не может быть сложной. Вот чтобы стихотворение стало песней, оно не может быть сложным, изобилующим метафорами, сравнениями или какими-то там поэтическими аллюзиями. Любая песня, кстати. А военная тем более. Красота, цветистость метафоры, она часто ассоциируется с ложью. А правда проста. Вот такая идея. И поэтому все песни военные, и стихи военные, и свидетельства участников войны, они всегда написаны чрезвычайно таким скупым языком. Так что ж, друзья, войнаш берем, да будет сталь крепка. Пусть нашим сердцем не замрет, и завтра жить в руках. На срок живем, пришла пора, к ней, друзья, к ней дам. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем, за все, что завтра ждем, за все, что завтра ждем.